Всем привет! Сегодня мы будем шить штаны для руссконародного костюма для мальчика. Привет-привет! И сейчас мы вам покажем, как быстро шить штаны на куколку. Приступаем за работой? Да! Для русского народного костюма на мальчика нам потребуется габардин. Вот у меня такой габардин синего цвета. Можно костюмную ткань тонкую. И для рубашки сатин будет красного цвета, такой же, как мы шили сарафан. Если вы не видели предыдущее видео, как мы шили сарафан, рубашку, посмотрите обязательно. Этот сатинчик такой плотненький, он держит хорошо форму. И рубашка, соответственно, будет подходить к нашему сарафану. А также потребуется тесьма. Я выбрала вот такую тесьму. Она будет у нас пришиваться на рубашку. И сочетаются синие брючки и у меня на тесьме синие полосочки. Сначала мы будем пшить штаны. Построила я выкройку сама на куколку. И сделала перец чуть-чуть выше, так как немножечко животик у куколки. Штаны у нас будут на резинке, чтобы легче было детям одевать. Раскраиваем на ткани, обмеляем и делаем припуски. Везде где-то 0,7 сантиметров, а по низу 1 сантиметр. Ну, а здесь я сделала чуть-чуть побольше. Можно немножечко спрямить на 0,5 сантиметров. На выкройке я все учту. Раскраили. Ткань у меня вдвойне сложена. Так что две детали. Получается штаны у нас без бокового шва. Перед тем, как сшивать детали брюк, нам надо обметать по всем сторонам, кроме верха, каждую деталь брюк. Обметываем по лицевой стороне, кроме верхней части. Обметала я стороны. Вот такой вид получается после обметки. Сейчас надо хорошо все отутюжить. Ну, такую ткань лучше утюжить через проутюжильник. Отутюживаем через влажный проутюжильник. После того, как хорошо отутюжили все швы, и сейчас надо хорошо отутюжить, как бы потягивая швы сиденья и шаговые швы. Вот так должно получиться. И сейчас складываем лицевыми сторонами. Задняя половинка с передней половинкой соединяются. И прошиваем швы сиденья по переду и по задней половинке. Можно сметать, а можно сколоть булавочками. В данном случае я буду скалывать булавочками, потом прошивать на машинке. Ниточки срезаем, так как я делала закрепки. И сейчас нам надо хорошо разутюжить данные швы. То есть по полочке и по задней половиночке разутюживаем. Чтобы данные швы удобно было отутюживать, вот такой можно валик сделать из ткани. И вот разутюживаем. Либо на ребро гладильной доски. Тоже так же через влажный проутюжильник. Валик делается просто из ткани. Скручиваете, как вам надо. И какой толщины. И вот получается такой вот для кукольной одежды. Предлагаю, чтобы определиться с длиной, сметать шаговый шов и примерить по куколке. Сделать примерку длины брюк. Чтобы уже точно определиться. Иголочками подкололи. Или отметить мелочком длину. После этого уже можно подгибать низ. Также примеряются штаны и брючки на детей и взрослых. После примерки смотрим нашу меточку. И у меня получается немного больше надо взять. Поэтому подрезать будем низ. Если у вас все отлично по выкройке, то тогда как мы обметали, так и подгибать. На выкройке я учту эту длину. Оставим на припуск 1,2 см от нашей меточки. Остальное срежем. Еще раз низ обметать с лицевой стороны. Еще раз низ хорошо отутюжить. А затем спрятать хвостики от оверлока. И далее подгибаем низ. Будет у нас низ подшит открытым срезом. Так как мы обметали сторону. Можно нарисовать на лицевой стороне линию, чтобы вам было удобно и было аккуратно и ровно. При подшивании низа наносим линии. Рисуем и по этой линии подгибаем. Также с другой стороны. И прошиваем на машинке отделочной строчкой. Здесь и здесь. И в данный момент надо хорошо отутюжить сначала, а потом будем закреплять ниточки, чтобы не было у нас стягивания строчки. Прячем ниточки, выводим на изнаночную сторону, закрепляем и прячем. Низ брюк готов. И сейчас нам надо соединить шаговые швы. Сначала их лучше сметать, а потом прошивать на машинке. Соединяем шов, скалываем булавочками, а затем уже соединяем низ и сметываем. Можно сколоть булавочками, а потом сметывать. Но смотрите, чтобы никаких перекосов не было по низу, чтобы низ был ровненький. И с другой стороны так же. Вот так должно получиться. У меня все линии стерлись при утюжке, поэтому я еще раз нарисовала такие пунктирчики для себя. И смотрите, чтобы шаговый шов при развороте был как прямая линия. Поэтому мы при утюжке их и подтягивали немножко. И сейчас нам надо просто сметать. Вот так должно получиться. В данный момент можно примерить на куколку, посмотреть, как все сидит. Но я уже примеряла, поэтому прошиваем на машинке. Перед тем, как закрепить ниточку, ниточки вот эти оставляем для закрепления, нам надо разутюжить шаговые швы. Разутюживать буду я на ребро гладильной доски и через влажный проутюжильник. Сейчас нам надо закрепить ниточки. Я завязываю несколько узелков. Вставляю в иголку. Еще раз как бы прошиваю, делаю петлю. И затем вот эти припуски пришиваем на припуски по низу. Пришиваем так, чтобы с лицевой стороны видно не было. И потом этой же ниточкой можно на другую сторону перейти. Ну а если не хватает нитки, то тогда вставляйте и новой ниточкой уже пришиваете другую сторону. Низ брючек готов. И сейчас остается обработать поясом вверх брюк. Для пояса нам надо выкроить пояс. Для этого мы измеряем длину поверху. Складываем пополам. Измеряем. У меня получается 16,5 см. Это в сгибе. 16,5 см умножаем на 2. Я вот таким вот способом делаю. 33 см. И на припуски, чтобы источать, прибавляем сантиметр, 34 см. Рисуем сначала длину 34 см. Затем нам нужна резинка. Я вот такую нашла резиночку. Это от купальников. По ширине она полтора сантиметра получается. И нам надо высчитать ширину нашего будущего пояса. Полтора плюс полтора будет 3 см. И на припуски получается там по 0,6 см. Или 0,7 см. Я сделала 4,5 см. чтобы резинка у меня проходила свободненько. Не впритык. Поэтому уже выбирайте ширину по своей резинке. Для такой куколки, я думаю, хорошо будет резиночка такая. Не тонкая она. Но уже длину резинки уже измеряете по куколке, конечно. чтобы натяжка была такая хорошая. Но не сильно плотно. Чтобы детям было нормально одевать. Припуски учтите, что надо еще пришивать ее. Получается вот такая вот резиночка. Складываем пояс пополам. И нам надо прошить на машинке. вот этот срез оставляя припуск. Но будем прошивать таким образом, чтобы нам оставить отверстие. Вот так вот можно сложить пополам одну детальку. Отметить. Вот здесь надо прошить на машинке и припуск 0,5. И вот это отверстие у нас будет открытым останется. шовчик разутюживаем. И далее шовчик на поясе мы прикладываем к шву сидения по задней половинке. и смотрите, чтобы отверстие было с другого края. Можно проверить себя вот таким вот образом. Когда мы пояс подвернем и еще раз подвернем, у нас будет отверстие изнутри. чтобы вам не перепутать. И сейчас можно сколоть булавочками, а потом сметать, либо сразу прошивайте на машинке, как вам удобно. Приметала я поясочек и сейчас прошиваем на машинке вкруговую. сметочку убираем, ниточки срезаем, так как я делала закрепки. сейчас нам надо выметать пояс по лицевой стороне, выметываем, как бы пришиваем припуск наверх. вот так должно получиться. Далее пояс можно обработать закрытым срезом, то есть подогнуть 0,5 сантиметров, переметать, потом прошить. А можно обметать по кругу, а потом открытым срезом. просто вот так приметать и прошить. Я буду делать открытым срезом, обметываем по кругу. Хвостик от верлака спрячем. И хорошо надо поясочек отутюжить. Вот так должно получиться. Далее нам надо поясочек приложить и закрыть шов притачивания. Это все приметать. Приметывать будем по линии обметки, а по лицевой стороне у нас иголочка должна проходить рядом со сгибом пояса. вот так должно получиться. хорошо отутюжить поясочек, чтобы он лег хорошо. И сейчас прошиваем на машинке отделочной строчкой, но будем прошивать от сгиба 0,1, то есть по самому поясу. Можно конечно рядом со сгибом прошивать на машинке, но мне больше нравится, когда строчка идет по самому поясу. Смёточку удаляем, ниточки выводим на изнаночную сторону, закрепляем и прячем. и другую ниточку также хорошо отутюживаем через влажный проутюжильник. Брючки наши готовы, остается нам только вдеть резинку. Резинку я буду вдевать с помощью булавки или может у вас какой-то другой способ. И в отверстие вставляем, продеваем резинку и полностью ее выводим с другого конца. вывела я резиночку, обязательно ее распрямите и сейчас нам надо их сшить. Два кончика сшиваем вручную белыми нитками. Зашили и теперь прячем саму резиночку. И брючки наши готовы. Примерили брючки. Мне нравится как они сидят, по длине тоже хорошо и одеваются легко. Вот такие красивые штанишки у нас получились. Выкройку таких штанишек и всего народного костюма на мальчика вы найдете в нашей группе ВКонтакте в альбомах. Всем пока ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока пока до встречи пока и